В Кыргызстане вновь задумались о морально-нравственном воспитании населения. Власти хотят запретить фильмы отечественного и иностранного производства порнографического содержания, в которых есть насилие, жестокость, призывы к экстремизму и свержению власти. Табу распространится и на кино про наркотики. По словам чиновников, эта мера назрела давно, поскольку в страну с каждым годом поступает все больше самых разных фильмов. Да и посещать кинотеатры люди стали больше в разы. В законе написано, распространение, прокат и публичный показ, вот это все запрещается. А запрещается у нас что? Только вот те фильмы, пропагандирующие именно открытые порнографии, насилие, жестокости, пропагандирующие разжигание междунациональных отношений и так далее, и так далее, которые в обществе по конституции запрещаются. Что является откровенной порнографией, а что художественной эротикой в документе точно не прописали. Это будет определять уже специально созданная комиссия. Но инициативу правительства многие уже назвали цензурой и покушением на свободу слова. Некоторые думают, что у нас, о, в Крылосстане пошла цензура, вот пошел запрет, вот этот, этот, этого нет у нас. Директор департамента кинематографии обмолвился, что под запрет могут попасть и фильмы, уже давно вышедшие на экран. Потенциально в их числе вполне могут оказаться и шедевры мирового кинематографа. Лента известного кыргызского режиссера Нурбека Игена «Пустой дом» тоже может попасть в немилость. В фильме показана история о непростой судьбе девушки-мигрантки, в итоге ставшей суррогатной матерью. В картине есть несколько откровенных сцен формата «Нью». Простите, не надо путать как бы порнографию на экране, да, и с эротикой. Эротика все-таки это как-то вызывающее чувство. «Пустой дом» получил в основном положительные отзывы. Актер Булот Тентемишев, сыгравший одну из главных ролей, считает, что эротика в фильме абсолютно оправдана. Я принимал участие в таких фильмах, но меня убеждали в том, что смысл-то не в том, что где были оголенные тела и какие-то откровенные такие, скажем, такие сцены. Не будем скрывать, наши девчонки едут с суррогатной матерью куда угодно. «Южная Корея» — это все наши девчонки, крыльевские и так далее. Это не факт, это как журналистам вам уже более-менее известно, да. Вот об этом хотелось. Очевидно, что запреты на насилие и жестокость в кино ударят и по бизнесу. Пострадают прежде всего кинотеатры. Все голливудские блокбастеры как раз и заточены на радующих глаз разрушениях. Обилие крови и жестокие убийства тоже привлекают киноманов. И если из них исключать те фильмы, которые, скажем, содержат вот эти все запреты, но, наверное, где-то уже 50-60% фильмов будет уже под запретом. И, соответственно, уже кинотеатр будет идти в убыток, поднимется коррупция, потому что это все будет в интернете в любом случае. Что получится из затеи властей, сейчас говорить пока рано. Но запретами ничего не решить, говорят представители творческой интеллигенции. Если подтвердятся самые худшие ожидания, то в минусе, по всей видимости, окажется само государство. Шавкат Тургаев, Азат Интемаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан.